Библейский портал экзегет.ру представляет В 23 главе мы видели, что умерла Сара, жена Авраама. Авраам похоронил ее на том месте, которое он выкупил у язычников. Он, как мы видели, еще с юности не хотел ничего общего не иметь с этим миром. Мы помним, когда он освободил своего племянника Лота из Содома Гоморского плена, в который они были захвачены языческими царями, и царь Содомский Гоморский вышел навстречу Аврааму, хотел заплатить ему контрибуцию, но Авраам сказал, даже нитки не возьму от ремья твоего, потому что я верю, что Бог способен меня вознаградить всем. Эти слова были произнесены Авраамом. Даже нитки не возьму, говорит, у тебя, чтобы ты не сказал, что ты обогатил меня. Также и со своей женой Авраам не хотел, чтобы место погребения его жены было в каком-то, чтобы он оставался кому-то в долгу чем-то. Как сказано апостол Павлу, я часто привожу эти слова, не будьте никому ничем должны, кроме взаимной любви. Не надо себя связывать какими-то обязанностями по отношению к этому внешнему миру, к миру языческому, потому что неизвестно, что завтра от нас потребуют, а мы останемся в таком состоянии долго перед этим миром. Мы видим, что Авраам не только не хочет иметь ничего общего и брать взаймы у этого мира, он даже и в большей степени заботится о благополучии дальнейшем, благополучии его семьи. Благополучие он не соизмеряет с материальным достатком, потому что знает, что если Богу будет угодно, то он обогатит его, если нет, то пошлет и бедность. Поэтому заботясь не только о погребении своей жене, но он заботится и о своем сыне, как мы об этом читаем в 24 главе. Итак. И так мы видим, что он заботится о том, кто войдет в его дом после смерти Сара, кто будет хозяйкой в его доме. Он не хочет ничего общего иметь не только с материальной стороны с этим миром, но и не хочет внести в свой дом эту такую сущность, так скажем, мирского духа. Он не хочет этого брака. Он помнит, по какой причине был всемирный потоп. Мы помним, что в 6 главе книги Бытие так было и сказано, что сыны Божии входили к дочерям человеческим, и Господь сказал, не вечно пренебрегать духу моему. Это были браки верующие с неверующими. Авраам не хочет, чтобы неверующая невестка вошла в его дом. Можем только представить, что если язычница неверующая войдет в дом верующей семьи, что там будет и что будет происходить. Верующая семья будет становиться на утреннее правило. Неверующая будет включать какую-нибудь рок-музыку по утрам, она так привыкла жить. Верующий человек будет потреблять просфору и святую воду. Неверующая начнет свой день с кофе, может быть, даже с коньяком. Верующий человек в воскресный день пойдет в храм. Неверующая захочет идти на футбольный матч или на дискотеку. Это будет полная чехарда внутри устройства семейной жизни верующей семьи, верующего человека. Поэтому Авраам все это хорошо понимает. И он говорит рабу своему старшему в доме, пойди и возьми мне жену верующую из дома моего, то есть из дома Божия. И далее мы с вами читаем. Раб сказал ему, может быть, не захочет женщина идти, 5 стих, со мной в эту землю должен я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел. Авраам сказал ему, берегись, не возвращай сына моего туда, Господь Бог неба и земли, который взял меня от дома отца моего. И землерождение моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомству твоему я дам сию землю. Он пошлет ангела своего пред тобой, и ты возьмешь жену, сыну моему оттуда. То есть раб уточняет. А вдруг не захочет она пойти? Должен ли я тогда сына туда провести? Нет. Авраам помнит эти слова, что худые сообщества разращают добрые нравы. Он понимает, что если сын его, Исаак, попадет единственный в эту среду, то нет никакой гарантии, подобно как и Лот, племянник, попал в Содомо-Гоморскую среду, то, как сказано, несмотря на то, что он сохранил свою праведность, но нет никакой гарантии. Не думай, сказано, что стоишь, упадешь. И Авраам видит это и предостерегает, что не оставляя сына моего там. Далее мы видим, что он говорит, Господь тебе укажет, и ангела твоего пошлет пред тобой, будучи наделенным духом пророчества. Так он предсказывает, что ангел укажет на ту, которую необходимо взять для сына его Исаака. И мы читаем далее. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которую я скажу, наклоняй кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую назначил рабу твоему Исааку, ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость господинам моим. Мы видим, с чего начинает поиск раб, он начинает поиск невесты господину своему, для сына его, невестку господину своему. Он начинает с молитвы. Это очень хорошая подсказка, когда часто родители желают доброго брака своим дочерям, своим детям, сыновьям. Начинают ли они этот брак не с той расстановки, которая привычна сегодняшнему миру, а какое у него богатство, а какой он занимает должность, а хорошая ли она у нее профессия и прочие вещи, которые присущи веку всему. Здесь этот человек, посланный Авраамом, раб его, он действует совсем иначе. Он начинает с молитвы. Часто ли родители молятся за своих детей? Часто ли они взывают Господь, Господи, укажи на ту, которая моя суженная, или укажи на ту, которая действительно мой? Чаще всего мы делаем по другому принципу, по принципу самонадеянности, попирая тем самым промысел Божий. Бог ничего не делает без нас, без нашего желания. Знает ли Бог, кто нам нужен? Конечно, знает. Но сказано, Бог без нас ничего не делает. И такой даже вопрос, как вопрос спасения, сказано, Бог нас без нас не спасает. И Бог без нашего желания, без нашей просьбы и молитвы не вмешивается в нашу и семейную жизнь, или предсемейную жизнь. Поэтому очень важная такая подсказка, тот урок, который можно извлечь из 24 главы, что необходимо молиться о том, которое и родителям, и самим людям, и ищущим для себя, как сегодня принято говорить, вторую половинку, но вот это вот само понимание даже, вторую половинку, она чисто библейская. Почему так? Потому что мы помним, что Ева была от Адама. Это как бы некая часть его, некая половина. Мало кто об этом знает, или забыл, я об этом напоминаю. И мы читаем далее. Еще не перестал он говорить. И вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасно видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, дай мне испить немного воды из кувшина своего. Она сказала, пей, господин мой. И я тот час, и тот час спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. И тот час вылила воду из кувшина своего, впоила и побежала опять к колоде зачерпать воды. И начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании желая разуметь, благословила Господь путь его или нет. То есть мы видим, что он человек тот, как о нем сказано, он помолился Богу, и теперь он промышляет. Та ли на самом деле, он утверждается в этой мысли, ответил ли Господь на его молитву, но по всей видимости он понимает, что да, это та, потому как он просил и сказал, «Та, которая напоит меня и верблюдов, Господь с точностью отвечает ему на его молитву». Что означают эти слова? Что, если им перестанут говорить, и вот вышла Ревека, что она начерпала воды и напоила и раба Авраамова, и верблюдов. Вот отцы Александрийской церкви, как я и говорил ранее, они не хотели видеть ничего лишнего в строках священного писания, и всегда видели не только буквальный смысл, к которому, в общем-то, церковь призывает к выстолкованию священного писания, но также они видели и аллегорический смысл, то есть смысл таинственный, что можно почерпнуть из этого божественного откровения. Вот, например, если обратиться к Клименту Александрийскому, он так и пишет о духовном учении, духовное учение. Цитата. «Ревека приходила к колодезу каждый день, каждый день черпала воду, и поэтому могла быть найдена отроком Авраама и соединиться браком с Исааком». Ты думаешь, это басни рассказываются в священном писании Духа Святаго? Это духовное учение и образование души, которое учит и наставляет каждодневно приходить к колодезам Писания, к воде Святого Духа, и черпать всякий раз полный сосуд, приносить домой, как поступала святая Ревека, которая не иначе могла выйти замуж за Исаака, который рожден по обетованию, кроме как черпая воду, не только для утоления жажды домашних, но и для отрока Авраама. И не только отрока, но настолько много имела воды, которую черпала из колодеза, что хватило поить даже и верблюдов, пока не напьются. Множество таинств здесь описано. «Ибо Христос и на тебя возлагает свою надежду, ибо к тебе обращаются через пророков, говоря, и обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». И далее продолжает. «Поскольку Он желал обручить тебя себе навек, Он посылает вперед к тебе отрока. Тот отрок есть пророческое слово, и не прежде, чем ты принял его, можешь обручиться со Христом. Однако, зная, что никто неподготовленный и неопытный слово пророческое не примет, но только тот, кто знает, как черпать воду из глубины колодеза, кто знает, как набрать ее такое количество, чтобы хватило также для тех, которые кажутся неразумными и невежественными, которых представляют верблюды». Так, чтобы можно было сказать, я должен и мудрецам, и невеждам. Так Ревекка, которая означает терпение, как только встретила раба и созерцала слово пророческое, тот час спустила кувшин свою на руку и напоила его. Ибо она опускает низко-высокомерную надменность возвышенного греческого красноречия и склоняется до простоты пророческого слова и говорит «Пей, я и верблюдам твоим дам пить». Конец цитаты. Вот такое удивительное истолкование легорической школы Климента Александрийского, которая видит в этом событии не просто, что она напоила, не просто, что она сказала «И тебе дам и верблюдам твоим», но видит целое духовное учение. И нас с вами призывает ежедневно приходить к колодезам Священного Писания, чтобы черпать отсюда мудрость. Как нам поступать в личной жизни, как нам поступать в семейной жизни, как нам поступать с людьми в обществе, как нам поступать с людьми другой веры и прочее, прочее. Все есть, как говорил Блаженный Августин в Священном Писании, как и в Церкви, как в Безбрежном океане. Все есть. Человеку только нужно научиться мудро черпать отсюда знания для того, чтобы осуществить их в своей жизни. И мы читаем далее. И сказал, он спрашивает «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего места нам ночевать?» Она сказала ему «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила на хору, и еще сказала ему «У нас много соломы, кормы, есть место здесь для ночлега». И так далее. Она оказывает ему полное гостеприимство. И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал «Благословен Господь Бог, господина моего Авраама, который не оставил господина его милостью своею и истинную своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». То есть мы видим, что он молился, теперь он благодарит Бога. Очень хорошая подсказка, что Господь указал ему на ту, которую он должен взять для сына господина своего, Исааку, для Авраама. Очень хорошая подсказка в том, и мы об этом неоднократно говорили, что очень часто мы просим Господи «Дай, дай, дай», но Господь, когда нам что-то посылает, то благодарственная молитва творится нами не всегда. Это напоминание, оно как бы красной нитью проходит сквозь все Священное Писание. Не только нужно просить у Бога, но и благодарить Бога за то, что Он нам не спосылает в нашей жизни. Итак, мы видим, девица побежала и рассказала об этом 28-й вдове матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику, и когда он увидел серьгу и запястье на руках ее, он дает ей украшения. Тогда в Ветхом Завете было так принято, что он должен заплатить за нее, должен всем родственникам сделать богатые подарки, самой невесте богатые подарки, и тогда он мог взять ее себе для жены, для господина своего, для сына господина своего. И сказал, войди благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? И здесь далее, в общем, с 31 стиха, и далее описывается все гостеприимство, которое они ему оказывают. Между прочим, раб Авраама говорит им, и всех как бы здесь ставят в дальнейших стихах, он говорит о том, что какое гостеприимство они ему оказывают, и дальше ставит их перед фактом и говорит, что смотрите, если вы не будете согласны с тем, что она должна быть взята в дом Авраама и стать женой Исаака, в общем-то, говорит, я молился Богу, и Бог мне ответил и указал именно на нее. Но если вы не согласны с этим, то дело, конечно, ваше. Но, в общем-то, я молился, и Бог сказал, что именно это она. То есть он их ставит перед таким фактом, что здесь есть промысел Божий. Поэтому, если вы пойдете против этого и не отдадите ее в жены сыну господину моему, то, в общем-то, вы идете против Бога. Интересное такое здесь повествование об этом. И далее в 50 стихе. И отвечал Лаван и Вафуил и сказали, «От Господа пришло это дело». То есть они признали его слова. «Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот, Ревека пред тобой, возьми ее и пойди. Пусть будет она женой сына господина твоего, как сказал Господь». То есть они согласились с тем, они говорят, как сказал Господь. «Когда раб Авраам услышал слова, и кто поклонился Господу до земли». Он опять благодарит Бога, что Бог и здесь своим промыслом по свободе человека вмешивается в эту ситуацию, и вынул раб серебряные вещи, золотые вещи, одежды, и дал Ревеке, также и брату ее, и матери ее, дал богатые подарки, и ели, и пили, он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал, «Отпустите меня господину моему». Ну, брат ее и мать ее сказали, «Пусть будет с нами девица, побудет с нами девица, дней хотя бы десять, потом пойдешь». То есть ситуация знакомая. Здесь они вроде бы согласились, да, промысел Божий, ну, все, хорошо, возьми, мы видим, что в этом дело Божие. Но мы видим здесь очень важный факт. Подарки он подарил, а теперь они отпускать не хотят. То есть они уже за нее что-то получили, уже все хорошо, а теперь хотят и девицу еще какое-то время удержать. Ну, знакомая ситуация, в общем-то, в современной даже жизни. Но брат ее и мать сказали, пусть побудет. Но что же говорит раб Авраама? Он сказал им, «Не удерживайте меня». Он им напоминает. «Ибо Господь благословил путь мой. Отпустите меня, и я пойду господину моему». Он им снова напоминает, отрезвляет их, что помните о том, что вы вчера дали согласие. Здесь снова и снова говорится об изменчивой человеческой природе. Люди иногда с вечера говорят, что вот так, утром просыпаются, говорят, что так. С вечера говорят, что хорошо, мы пойдем туда и поедем туда, утром просыпаются, нет, я никуда и не пойду и не поеду. Здесь вот очень важно понимать, что свои решения нужно принимать, помолившись Богу. Сказано, крайности дело судьбесовское, когда человек так болтает и швыряет из одной крайности в другую. Это здесь показывается о неустойчивости и переменчивости человеческого нрава. Потому как только о Господе сказано и оба Господь, и я не изменяюсь. Человек же склонен к переменам своих решений. Но здесь раб Авраам напоминает, что здесь дело непростое, что Господь ему ответил на молитву и говорит, что Господь благословил путь мой. Тогда они прибегают к другому, к другому методу. Они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. То до этого не спрашивали, а теперь решили ее спросить. То до этого уже богатство получили. И 58 стих. «И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли ты с этим человеком?» Она сказала, пойду. «И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицы ее, и раба Авраамова, и людей его». Призывают Ревеку и спрашивают, пойдешь ли? Она говорит, пойду. Отцы церкви усматривают здесь, что Ревека — это церковь, а Исаак — это Христос, прообраз Христа. Мы помним, что Священное Писание — это девятоводитель ко Христу. Все образы, которые были там, положительные образы, они все исполнились на Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе и на Его Церкви. Вот что по этому поводу пишет Блаженный Августин. Цитата. Когда родители спросили девицу, пойдет ли она с этим человеком, она ответила, пойду. Мы же ясно видим, как это исполнилось в церкви. В первом случае испрашивается воля Ревеки, во втором взыскивается воля церкви. Ревеке говорится, ты хочешь пойти с этим человеком? И она отвечает, пойду. Церкви говорится, ты веруешь во Христа? И она отвечает, верую. Ведь Ревекку не привели бы к Исааку, если бы она не сказала, пойду. И церковь не соединилась бы со Христом, если бы не сказала верую. Конец цитаты. Удивительно такой здесь параллель между прообразами Исаака и Ревеки, Церкви, Христа и Церкви. Каждый наказ за каждой божественной литургией перед святым причастием мы произносим свое исповедание, и где поем символ веры. Верую во единого Бога Отца, все же это Творца, небо, земли, и все мы невидимы. То есть здесь проводится это удивительное такое видение, да, и Блаженный Августин это так разъясняет. И далее мы читаем события. Отпустили Ревеку, сестру свою, кормилицу ее, и благословила Ревеку, и сказала, сестра ваша, да, родятся от тебя тысячи тысячи, и да владеют потомство и жилищами врагов твоих, дается целое благословение. И стала Ревека, и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком, и раб взял Ревеку и пошел. А Исаак пришел из Беройл-Рахай-Роя, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Саака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал, это господин мой. Она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку, все, что сделал. И вел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, взял Ревеку, она сделалась ему женой, возлюбила ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Видим удивительный здесь прообраз. Если действительно Ревека это, как пишет Боженый Августин, другие отцы, это церковь, Исаак это Христос, то мы видим, что она идет навстречу ему, как церковь навстречу жениху своему Христу, но она не бросается сразу к нему в объятия. Она видит его, она понимает, кто еще может там идти навстречу. Но она уточняет у раба. Раб здесь усматривается как вернейшее пророческое слово, то есть как божественное откровение. Это нам подсказка в том, что не всякий, говорящий Господи, Господи, не всякий, говорящий от имени Господа, и не всякий, говорящий, что я Христос, ибо Господь нас предупреждает в Евангелии от Матфея, что в последние времена скажет, и там церковь, и там Христос, и многих людей прельстит это состояние, даже избранных, то есть верующих людей. Поэтому она не бросается сразу в объятия, кто это. Она испытывает и спрашивает, обращается к Слову Божию, обращается к учению духовному, спрашивает этого раба, который означает здесь учение духовное. И когда он подтверждает и говорит, да, это Господин твой, да, это истинный Христос, потому что много придут лжехристов, лжепророков, как сказано, и дадут великие знамени, только опираясь на духовное учение, только обращаясь к Слову Божию, только обращаясь к учителям и отцам церкви в очень важном таком понимании, как консенсум патрум, то есть согласие отцов, только тогда мы можем различить, истинный это церковь, истинный это Христос, а не сразу бросаться в объятия тех или иных лжеучителей и лжепроповедников. И когда она в этом удостоверяется, тогда сказано, она спокойно сходит с верблюдов, надевает на себя покрывало и идет навстречу жениху своему. Вот такая вот 24 глава, она достаточно пространная, в ней 67 стихов, и мы видим очень много событий, и сватовство, и замужество, и уже выходит замуж Ревека за Исаака, и целые прообразы, которые видят, аллегорические прообразы, которые видят отцы церкви. Но все это будем помнить, как Господь Иисус Христос и призывает нас, и говорит, что исследуйте Писания, ибо через них думайте иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. И апостол Павел говорит о том, что все, что происходило с ними там, это уроки для нас, для нашей жизни, для нашего назидания, для нашего наставления в праведности и вере. Продолжение следует...